Товарооборот в 4,5 миллиарда долларов и 12 миллиардов долларов инвестиций в нашу страну за прошедшее десятилетие. Швейцария для Казахстана важнейший торгово-экономический партнер. Потому и первый официальный визит президента конфедерации имеет важное значение. Сегодня в своей резиденции высокого гостя принял Нурсултан Назарбаев. Два в одном. Сегодня в Астану прибыл президент швейцарской конфедерации Дидье Бургхальтер, но не только. Эта страна сейчас является еще и председателем в ОБСЕ. Поэтому речь на двусторонних переговорах шла не только о торгово-экономическом сотрудничестве наших стран, но и международной проблематике. Вы не только президент Швейцарии, но и действующий председатель ОБСЕ, что выполняете обе свои миссии одновременно. Швейцария очень важный партнер в Европе. Здесь работает полсотня швейцарских компаний, совместные предприятия. По внешней политике и внутри мы сострудничаем сами. Обмен опытом. Переговоры, разумеется, проходили за закрытыми дверями, но было понятно, что тему Украины спикеры страной не обойдут. Казахстанский опыт председательства в ОБСЕ для швейцарцев важен. Тем более, что мирные призывы лидера Казахстана высоко оценены международным сообществом. Председательство Швейцарии пришло в нелегкое время. Это украинский кризис, другие проблемы, которые на территории ОБСЕ происходят. И работать приходится, конечно. Мы в 2010 году председательствовали, имеем опыт в этом плане. Была принята специальная декларация астанинская. И мы там высказали свое мнение. Надеемся, что наш опыт будет использован. Это мой первый визит в Казахстан. Я считаю, что Центральная Азия, и особенно Казахстан, играют очень важную роль, как мост между Европой и Азией. И это очень важно в современных реалиях. Сейчас очень важно поддержать усилия в области безопасности, особенно в Украине, касательно конкретизации Минских соглашений. Ситуация является очень сложной, но мы принимаем все меры. Необходимо многостороннее сотрудничество России, Украины и Евросоюза, чтобы выйти из этого положения посредством миротворческого процесса, диалога и конституционных реформ. Точки роста. Наиболее перспективным, по мнению президента Назарбаева, сегодня является сотрудничество в сферах машиностроения и фармацевтики, химии, производства часов и в инфраструктурных проектах. И сегодняшняя встреча должна стать важным импульсом в усилении взаимодействия. Даниил Рамазанов, Умир Бекизимов при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана, Астана.